Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Триты Нина. С вами я, Нина Тритыниченко из американского штата Мичиган с очередным выпуском программы «Беседы о душе и нравственности». Очень тяжело мне дается этот последний выпуск в связи с событиями, с войной между Россией и Украиной, в связи с вероломным нападением Российской Федерации на суверенную и независимую Украину. И этот выпуск у меня созревал в голове долго. Выпусков не было очень долго, наверное, больше месяца. Я сегодня буду говорить о разрушенных церквях на территории Украины. Буду говорить о том, что патриарх Кирилл сказал по поводу войны. Буду также говорить об автокефалии Украинской православной церкви. Вот такие сегодня темы. А пока буду рассказывать. Буду листать фотографии разрушенных церквей на Украине. Ну, россияне могут сказать, что это все фейк, но они всегда так говорят. Бомбят или могут сказать, что украинцы специально бомбят свои собственные церкви, чтобы обвинить в этом Россию. Ну, это бред, конечно. Итак, начнем с патриарха Кирилла. Я слушала его обращение к народу. Я слушала, что он говорил по поводу этой войны. Говорил он совершенно чудовищные вещи. Он говорил, что Россия идет бороться с Украиной, потому что там проводятся гей-парады. Я потом слушала, вернее, читала отзывы украинцев. Украинцы говорят, ну да, нам во время войны осталось только гей-парады проводить для полного счастья. Еще он сказал, что это не начало войны, это ее завершение, это принуждение к миру. Ой, мне все это больно перечислять. Можете сами его речь послушать. Но факт заключается в том, что Бог совершенно недобрый. Это все из слов патриарха. И его, кстати, последователь Андрея Ткачева. Протеерия Андрея Ткачева, он последователь патриарха Кирилла. И что Россия спасает украинский народ от гей-парадов. И что Бог, он не такой добрый, как вы его себе представляете. Бог наказывает. И вот этим мечом наказывающего Бога есть Путин. То есть путинская армия. Также он сравнивает то, что происходит сейчас с наказаниями Бога, которые были в прошлом. Содом и Гоморру, например. Но можно сделать вывод, что в сознании патриарха Кирилла Владимир Владимирович Путин является вторым пришествием. То есть это меч в руках Бога, который несет справедливость, добро и уничтожает зло на Украине. А после всего этого патриарх Кирилл сказал, ну мы же добрые, мы же должны прощать, мы должны за всех молиться. Ну вот как-то так. Я получаю отзывы на свои видео, я также комментирую другие видео. И большинство этих отзывов очень недобрые в мой адрес, как меня только не называли. Прости господи, и шлюхой, и последовательницей Геббельса, и... Ну, как хотите, короче говоря. Одна женщина написала, вы потом поймете, мы вас освободим, и вы потом все поймете. Потому что это, вот эта война, она по повелению Бога. Ну, Бог, наверное, лично Путину позвонил и сказал, благословил его на это. Ну, в понимании вот таких, так называемых, верующих. Я понимаю, что сейчас полетят камни в мой адрес, но я все же продолжаю свой выпуск и покажу дальше тоже несколько еще фотографий разрушенных церквей. Церквей, разрушенных путинской армии. Вот батюшка стоит, видите, на фоне разрушенной церкви. Не знает, как ему дальше жить и что ему дальше делать. Потом еще покажу фотографии. Итак, что сказали православные церкви мира по поводу вторжения путинской армии в суверенную и независимую Украину? Держитесь за стул, а то упадете. Ни одна православная церковь мира не поддержала это вторжение. Ни одна. Включая русскую, православную, зарубежную церковь. А теперь мы с вами поговорим об автокефалии украинской церкви. Я буду приводить другие примеры. Я буду говорить о том, что в истории православной церкви такие примеры существовали. Ну, как пример, грузинская православная церковь до 1917 года она подчинялась российскому патриархату. А после 1917 года она обрела автокефалию. Грузинская православная церковь. Но русская православная церковь эту автокефалию признала только в 1943 году. Это исторический факт. Идем дальше. Армянская православная церковь никогда не принадлежала российскому патриархату. Армянская православная церковь это одна из старейших православных церквей в мире. То есть она существовала задолго до того, как христианство было принято на Руси. И еще. Во всех государствах, в каждом государстве существует своя автокефалия. Это я о том, что другие православные церкви мира не подчиняются московскому патриархату. И московская православная церковь не является самой древней. Поэтому древние церкви и не обязаны ей подчиняться. И то, что некоторые верующие говорят, мы идем воевать за веру, потому что украинцы, они оторвались от российской православной церкви и предали Бога. И мы идем, значит, войной на них, чтобы это восстанавливать. Ну, там много разных причин, почему россияне воюют с украинцами. Это можно перечислять в других выпусках. Этот выпуск посвящен духовности. Поэтому мы будем акцентировать наше внимание именно на этом. Учитесь думать, учитесь сравнивать. Сейчас такое время экзамен на верность Богу сдает каждый житель планеты. И каждого жителя нашей планеты, так же, как и все остальное, что вы перед собой видите, создал Бог. И этому Богу мы все обязаны служить. Иначе зачем мы Ему нужны, если мы Ему не служим? И вот такие экзамены на верность Богу высшие устраивают время от времени. А как же иначе узнать, на самом деле человек верит в Бога или нет? Только в таких сложных, тяжелых условиях человек обнажает свою душу и показывает, кто он на самом деле. Все маски сорваны. Каждый себя показывает. Да, иногда и патриархи ошибаются. Потому что экзамен на верность Богу патриарх тоже сдает. И президенты стран сдают сейчас этот экзамен на верность Богу. Патриарх Кирилл и его последователь протеерий Андрей Ткачев они не Богу служат, а не Путину служат. Потому что есть что терять. Яхты, виллы, положения, деньги. Кто же будет все это терять? Ради чего? Ну вот и подумайте. Иногда, иногда даже можно потерять свою жизнь, но остаться верным Богу. И попасть на тот свет, как мученик. Понимаете? Ну вот как-то так. А российские батюшки, не все, не все. Некоторые батюшки не поддержали эту войну. И у них большие проблемы. Их сажают в тюрьму, они платят большие штрафы, их выгоняют из церквей. Вот они настоящие служители Бога. Настоящие. И есть другие. Вот мне очень хотелось, чтобы вы об этом задумались. Вот смотрите, что российская армия творит в Украине. И как она относится к православным ценностям. И то, что говорят россияне по поводу этой войны за зомбированные пропагандой. Выключите уже, наконец, свои телевизоры. Мы не трогаем мир. Это просто как мантра. Мы никого не бомбим. Мы не трогаем мирных. Мы спасаем православных. Смотрите, как православных спасают. Смотрите. Видите? Вот. Да спасались. Ну вот. Такой у меня сегодня получился выпуск. Всем добра и мира. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok